Далее я вам покажу средства по уходу за кожей лица. Что у меня закончилось? Первым делом это вот такая маска от Филорги, Мезомаска. 100 ингредиентов, 73% активных компонентов. Маска очень хорошая. Мне из этой коробочки перепала чуть меньше половины. То есть я, грубо говоря, использовала ее 3 полноценных раза на все лицо. До этого я использовала ее только на область вокруг глаз. На область вокруг глаз, в общем-то, какого-то такого сильного суперрезультата я не заметила. Но у меня, в общем-то, особо ничего там подтягивать, разглаживать не нужно. Ничего плохого, но и особо хорошего не было. Что же касается на все лицо. На все лицо эта маска почему-то у меня действовала именно как маска с кислотами. То есть я ощущала такое легкое покалывание. И после этого кожа слегка как будто бы разглаживалась, подтягивалась. И еще она у меня вызывала, знаете, открытие всех каких-то подкожных, если какие-то были прыщички, которые были глубоко, они у меня выходили наружу. То есть после они, как бы, кожа самоочищалась. То есть после этого можно сделать маску, пленку или еще что-то такое. Вот. И все это выходило наружу. Вот. То есть вот такой эффект мезомаска имела на мою кожу. Вы уже знаете, что я себе купила себе полноценную баночку. Вторую. То есть вот сейчас пользуюсь. Несмотря на то, что уже такая солнечная активность, все равно раз в неделю я ее использую. И днем пользуюсь очень стильным фотозащитным кремом. В принципе, мне это помогает. Использовала вот такую маску. Клубничное суфле. Очень хорошая маска. Понравилась по текстуре. И запах необыкновенно приятный. Вот. И на коже тоже хороший результат. Это маска, которая увлажняет и очищает. Очень приятная. Она не высыхает, как глиняная маска. И действительно кожица после нее такая, знаете, тонизированная. Мне понравилась. Закончилось масло от Е1. Экстракт зверобоя. Как мы знаем, что масло зверобоя, в принципе, в природе не бывает. Это настойка зверобоя в масле. Вот. Делала с ним такие перемочки на лицо, на проблемные участки, вместе с эфирными маслами. Понравилась мне как основа. Не сильно оно жирное. И нет такого неприятного запаха от этого масла. Закончилась вот такая умывалка из Апиур от метод Жанны Пьюбер. Это вот такой здесь немножечко остался, но он уже никак не выдавливается. Ничего я не могу его вытащить оттуда. Есть только разрезать, но не вижу смысла из этих нескольких капель разрезать флакон. Значит, хорошая умывалочка, гелеобразная, хорошо очищает, хорошо мылится на коже. Слегка такой специфический запах, но его можно пережить. И даже сухую кожу эта гелевая умывалка не стягивает. Потому что, как мы все знаем, что гелевые умывалки, они в основном предназначены для жирной комбинированной кожи. Здесь эта умывалка даже сухую кожу не стягивает. То есть дискомфорта я от нее никакого не испытывала и мне было приятно ей пользоваться. Закончился вот такой очередной салициловый лосьончик Стоп Проблем от Мишели Лаборатории для чувствительной кожи. Это салициловый лосьон безспиртовой. То есть он отшелушивает вашу кожу, не пересушивая ее, потому что здесь нет спирта. И подходит не только для жирной, но, как указано на флаконе, для чувствительной кожи. Я уже не помню, какой по счету это флакончик, но мне нравится. У него цена смешная, 45 рублей на этом флакончике стоит. А действует он не хуже каких-то дорогих люксовых лосьонов с салициловой кислотой. И даже, я уже говорила, сравнивала с лосьоном от Holy Land, разницы особой я не почувствовала. Поэтому продолжаю покупать в аптеке это средство. Кстати говоря, последний раз увидела в Ашане эти флакончики и тоже сразу парочку себе взяла. Дальше. У моей мамы закончилась вот такая вот сыворотка с ретинолом. Солнышко светит. Пробую вот так показать. В любом случае, все названия продуктов, как всегда, я оставлю под видео. Вот такая сыворотка с ретинолом от Bagetta Verde. 30 мл. Вот с такой помпочкой. Использовала она ее на ночь. В общем-то, когда я у нее спросила, как она действует на твою кожу, единственный минус какой она отметила, что она плохо впитывается в жирную кожу. Но все остальное, утром она просыпалась, все было замечательно. Просто поначалу, то есть она очень долго впитывается, небольшая такая липкая пленочка остается. Но утром никакого ощущения такого жирного масляного блина на коже нет. И, в общем-то, пользовалась. Но вот она допользовалась до последней капельки. Тут, как видите, уже невозможно просто это все вытащить. Белого цвета такого она была. Вот. Хорошая вещь. И здесь очень хороший состав. Ретинол, коллаген, гиалуроновая кислота и витамины. То есть вот основной такой состав этой сыворотки. И также закончилась вот такая мини-версия крема от Clinique ночной, которым тоже пользовалась моя мама. Значит, она его вымазала полностью. Он был такой насыщенный, густой консистенции белого цвета, кремовая такая. Вот. И тоже немножечко он был чуть жирноват для жирной кожи. Такая тавтология получается. Но, тем не менее, она его использовала. Никакой закупоренности пор. То есть он не комедогенный. Ничего вот этого у нее не вызвало. Никакого, знаете, нарекания. То есть использовала. Обычно, если что-то не нравится, она не трогает это все, оставляет. Это она использовала. У меня закончился вот такой крем Glorious Beauty от компании Glorion. Крем для области вокруг глаз. Такой антивозраст 30+. Много уже говорила про этот крем. Очень он такой приятный. Легкая текстура крем-геля. Быстро впитывается, хорошо увлажняет. Чувство увлажненности сохраняется надолго. Ничего не стягивает. Как эффект разглаживания каких-то мимических морщинок я не заметила за ним такого эффекта. Но, тем не менее, как увлажнитель, очень хорошая вещь. Особенно на лето, быстро впитывается. Единственное, что здесь, конечно, нет SPF фактора. Но это редкий крем для области вокруг глаз, который содержит большой SPF фактор. Их еще нужно поискать. Вот такой бальзам для губ у меня закончился. Багетта Верде. Серия Олива с оливковым маслом. Вот он у меня совсем закончился вот так вот подчистую. Очень хороший был бальзам. На зиму, на весну и на осень. С удовольствием пользовалась. И я, и мой сын хорошо питал увлажненность. Пройдусь немножечко по миниатюркам, по пробникам, которые у меня обычно дают в подарок при покупке. Или что-то попадается в альбоксе и в глэмбоксе. Вот такая вот серия продуктов от Clorans. Как я уже говорила, я особо не пользуюсь продуктами от Clorans. Мало знакомые с этой маркой. В основном это были средства для тела. И вот в этот раз у меня был такой набор пробничков. Ночной, дневной крем и сыворотка супер восстанавливающая. Значит, что про сыворотку сказать абсолютно ничего не могу. Потому что пыталась я что-то из нее выжать. Нажимала на помпу, думала, что у меня сломалась помпа. Попросила мужа посмотреть. Думаю, ну открой мне ее. Я буду просто так. Как-то туда залезу палочкой ватной. И буду хотя бы попробовать, что за текстура. Он, конечно, мне все это открыл. Сейчас потом все это собрал назад. Не могу открыть. Там абсолютно ничего не было. То есть пустой чистый флакончик. Никакой сыворотки. Даже ни капли. То есть я так и не смогла попробовать, что же это за сыворотка. Что касается вот этих двух кремчиков. У них такая довольно-таки роскошная текстура. И даже для моей такой склонной к сухости кожи, они были немножечко жирноваты. Дневной крем на нем немножечко утекал макияж. Поэтому я его тоже использовала на ночь. Что касается ночного, текстура еще более роскошная, еще более такая насыщенная. Вот. И тоже в качестве ночного нормально. Но в основном эти кремы я использовала на область шеи и зону декольте. Хорошо питал, увлажнял, впитывался, но впитывался очень долго. Единственный минус того, что очень он такой насыщенный. Очень сильно кремовый, слегка такой жирноватый. Вот такой вот тоник от Matisse. Тоже был в каком-то коробочном сервисе. В принципе, хороший тоник. Но запах у него немножечко такой специфический. Мне он не очень понравился. Но, в общем-то, сам тоник неплохой. Что можно понять от такой бутылочки. Но, тем не менее, чувство липкости, чего я не люблю в тониках, он не оставлял. То есть не было такого желания сразу его смыть. Вот такая масочка от Академии, которая мне попалась в Альбоксе. Она имела текстуру такого абрикосового гель-желе. Здесь вот там еще какие-то капельки остались от нее. То есть вот такого цвета. Маска вызвала у меня, вызвала такое, знаете, неоднозначное впечатление. Потому что вроде бы она и увлажняет кожу, но слегка как-то она под конец ее стягивает. И после нее очень хочется нанести увлажняющий крем. И когда она начинает впитываться, у нее такое ощущение на лице липкости. Как будто бы я намазала лицо медом или каким-то сиропом. Дальше у меня закончились три вот такие мини-версии кремов от Estee Lauder. Это подтягивающая серия Resilience Lift Extreme. Могу неправильно читать, если что поправьте. SPF 15. Значит вот эти кремы все мне достались в косметичках подарочных. Ну там какие-то акции проходили в магазинах. Мне кажется, как-то я уже говорила про этот крем, что мне не нравится у него запах. Вроде бы и срок у них нормальный. Но запах отталкивающий. Изначально он был такой парфюмированный. На коже он раскрывается как-то очень неприятно. Такое ощущение, что крем был просроченный. Поэтому выбросить мне его было жалко. Я его использовала как крем для ног на область от щиколотки до колена. То есть на эту область использовала этот крем для лица. Дорогущий крем от марки Estee Lauder. Использовала как крем для ног. Полноразмерную версию этих кремов, конечно же, я покупать не буду. Вот такой вот крем от Clinique. Третья ступень их увлажняющий. Тоже не стала использовать на кожу. Использовала именно на шее области кольте. Выбрасываю пробнички вот такие мини-версии. И вот такой пробник сыворотки Перфекционист от Estee Lauder не подошла на мне. У нее довольно-таки приятный запах. Чем-то напоминает запах вот этой вот серии. Они в принципе как-то там всегда в наборе идут вместе. Но у этой сыворотки он более такой деликатный и более приятный. Но эта сыворотка, конечно, она еще не совсем для моего возраста. Какие-то пигментные пятна у меня в принципе отсутствуют. Что-то там корректировать, убирать мне не нужно. Но эта сыворотка такая на сплошной силикон. И очень сильно забивала мне поры. Поэтому я не стала ей пользоваться. Уже говорила о ней в своих разочарованиях. И поэтому провела ревизию в своем шкафу. И решила от нее избавиться. Маска пластырь патч такой на области вокруг глаз от Estee Lauder. Пользуюсь. В принципе мне нравится. Но закончу и больше покупать не буду. Потому что цена приличная. А эффект от Дизао в принципе я вижу больше, чем от Estee Lauder. Поэтому не вижу смысла покупать, переплачивать больше в разы. Вот такой пробничек Bio Repair гель от Holy Land. Уже говорила о нем. Купила себе полноразмерную баночку. Понравился. Хороший гель, который увлажняет кожу. И какие-то микротравмы на ней восстанавливает. И воспаление убирает. Вот такой пробничек Sunbrella. Тоже от Holy Land SPF 36. Крем с тональным эффектом. С тоном для лица, шеи, области декольте. Хорошая вещь. Но у него... У меня есть полноразмерная версия, как вы уже знаете. Оттенок единственный такой. Такой средне-бежевый. Немножечко имеет такой рожеватый подтон. Поэтому его нужно очень хорошо распределять по коже. Иначе он может пятнышками собраться. И желательно, конечно, его наносить на чистую кожу. Потому что если что-то... Есть какая-то сыворотка или что-то под ней, начинает скатываться. То есть на чистую кожу очень хорошо. Но если на какую-то сыворотку, то может лечь пятна. Вот такой вот бальзамчик для губ. У меня наполовину закончился. Вот осталось немножечко. Но тоже со сроком вида. Arlips от NaturaMed. Институт натуротерапии. Хорошая вещь. Использовала его в качестве увлажнения. Также профилактики каких-то вирусных заболеваний. В том числе и герпеса на губах. С эфирным маслом герамм. Дальше покажу три пробничка от Shiseido. Серия Bio Performance. У меня был ночной, дневной крем и крем под глазки. Очень мне понравились все эти три крема. Под глаза очень... Ну, вообще все эти три крема имеют такую роскошную консистенцию. Такую густую. Они хорошо впитываются, хорошо питают кожу. А для сухой кожи вообще спасение, считаю. Для жирной, конечно, не подойдет. Потому что очень такая насыщенная текстура. И у меня даже возникло желание купить вот этот кремчик под глазки. Вот так его покажу. Bio Performance. Но в любом случае я все это пропишу внизу. Также понравилась вот такая сыворотка под глаза. Вакс и Куио от Живанши. У меня давно было желание попробовать эту серию. Вот у меня такой пробничек оказался, очутился у меня на мое счастье. Легкая такая консистенция. Консистенция молочка. Хорошо впитывается. Не вызывает никакого дискомфорта. Использовала его в качестве дневной сыворотки. Не наносила больше никакого крема, ничего поверх. И хорошо питала. Хорошо на нее вложился макияж. Закончилась вот такая мини-версия. 15 мл у меня была сыворотка Estee Lauder Advanced Night Repair. Ночная такая сыворотка для кожи лица восстанавливающая. Давно уже знакома с этой сывороткой. Как-то несколько лет назад пользовалась ей постоянно. Никаких нареканий она у меня не вызывает. Мне даже кажется, что очень она хорошо восстанавливает кожу. Если на ней есть какие-то шелушения. Какие-то не то что воспалительного плана высыпания. А именно какие-то чего-то не хватает вашей коже. То вот эта сыворотка восполняет дефицит. И очень хорошо она ее восстанавливает после каких-то пилингов. То есть если что-то на коже, какие-то травмы, какие-то ссадинки, раздражения. То вот эта сыворотка очень хорошо кожу подлечивает. То есть мне нравится. И очень много слышу я положительных отзывов. И также здесь содержится ретинол. В небольшом количестве, но тоже очень хороший компонент. То есть для тех, кто не знает, здесь в принципе польза-то от нее есть. И очень многие девчонки хвалят и говорят, что именно эта сыворотка помогает им восстанавливать кожу. Я не могу сказать ничего плохого про нее. То есть мне нравится. Сейчас у меня на очереди там стоит флакончик полноразмерный 50 мл. Как я уже говорю, что я пользовалась ей несколько лет назад и не один флакон ее использовала. Но мое такое желание познакомиться с чем-то новым, попробовать что-то новое, привело меня там к другим продуктам. Но сейчас хочу использовать ее именно на лето в качестве ночной сыворотки. Ее в принципе можно использовать и днем, ничего страшного. И под крем, и можно просто использовать отдельно, если вам хватает увлажнения. Вот такие вот 4 пробничка у меня были от марки Polo, японская косметика. Здесь у меня был лосьончик для тела, лосьончик для лица, цветочный, умывалка, массажная маска. То есть 2 пакетика лосьона у меня было. Все на однократное применение, но никакого негатива это ничего не вызвало. В общем-то даже понравилось. Очень мне понравилась умывалочка. Она такая жидкая, гелеобразная, как водичка, но на коже, когда ее, знаете, пытаешься так вот вспенить с водичкой, потом наносишь на кожу лица, она преобразуется в такую кремовую пену. Очень приятно. И вы знаете, умывалку я даже выкупила себе полноразмерную. Вот именно вот этот эффект из такого жидкого геля, получается такая вот кремообразная пена, мне очень понравилась. Закончилось вот такое средство для укрепления ногтей от Джессики, Фьюжн называется. Мне не понравилось оно. И уже остатки тут у меня слегка подсохли, но тут у меня, можете обратить внимание, еще есть. Вот, кисточка очень неудобная, она очень тонкая. И она какая-то такая, знаете, постоянно слепается. То есть неудобно его наносить на ногти. Никакого, конечно, укрепления эффекта я от него не увидела. Эффект давали другие средства. Это я использовала просто как выравнивающую такую базу под маникюр, под лак для ногтей. И остались у меня блески для губ и парфюмы. Вот такую помаду уже много раз показывала. Наконец-то я решила все-таки ее выбросить. Это помада от Max Factor Color Elixir Lipstick. Вот такая серия. Много раз я уже про нее говорила в своих разочарованиях. Вот такой очень красивый оттенок. Такой какой-то розовый с золотистым шиммером. Очень красивый оттенок. Но качество, именно сама текстура помады, как она ложится на губы, как она такой, знаете, такой рваный какие-то неровное покрытие, рваное покрытие. Мне это не нравится и она такая вся собирается и скатывается. То есть такой дает эффект неопрятных губ. Мне это не нравится и все-таки я решила, ну что я ее держу у себя. Я решила с не расстануть. И закончились у меня два блеска для губ. Один от Lancome, вот такой Color Fever в оттенке 306. Вот так. В принципе, неплохой блеск. Вот я его весь использовала, уже просто невозможно ничего оттуда достать. Очень нравится мне в этом блеске вот такой вот спонжик для нанесения, сердцевидный. Такой очень удобно им наносить и распределять блеск по губам. Он, я бы не сказала, что он окрашивал ваши губы, мои. Что он окрасит губы в какой-то оттенок, но слегка такой розоватенький. И в нем такие мельчайшие сиреневые и золотые частички. Очень красивый, мерцающий такой блеск. Вот. Он идет как полупрозрачный. И еще один блеск у меня закончился. Вот такой от L'Oreal естественное сияние Glam Shine в оттенке 403. Тоже хороший блеск. Он вот такой розоватый, но на губах он имеет такое, знаете, очень много в нем золотых частичек. И он скорее смотрится как золотой такой. Вот. И тоже у него такая же вот такой спонжик сердцевидный, как у Lancome. Мне это именно очень нравится. Но уже его тоже невозможно достать. То есть весь он у меня. В общем-то я им была довольна. Но у этого блеска покрытие такое более плотное, нежели у блеска Lancome. То есть оно не полупрозрачное. Оно имеет цвет вот такой. И полностью покрывает ваши бобы. И из парфюмов. Первый закончился у меня вот такой пробничек из коробочки Glam Box, по-моему. Из коробочки L'Box. Это Victor & Rolf Flower Bomb. Очень мне понравился яркий цветочный аромат. Обязательно я себе его приобрету в полноразмерной версии. Вернее, даже не приобрету, а мне его подарят, я так думаю. Вот. И еще закончился у меня вот такой аромат от Eskade. Incredible Me. Это из их трио. Incredible Me, Bizaie Me и Absolute Le Mi. Вот из этого трио Me. Это самый такой яркий, самый сладкий запах. Здесь можно учувствовать и ваниль, тирамису, шоколад. То есть вот все такое, сладкие такие десерты. Очень приятный. Вот. Я бы не сказала, что с ним пахнешь прям как-то, знаете, как кусок праздничного торта. Нет. Что-то все равно в нем такое роскошное есть. От него не задыхаешься, если используешь немного. В то же время он достаточно стойкий, вот, и очень приятный. Использую его в основном вот такой уже весенний-летний период. Как-то он мне больше нравится, как он раскрывается на теле. Именно в такой период. Вот. И здесь уже мне практически, да не практически, а ничего и не осталось. О моих пустых баночках апреля это все. Спасибо вам огромное за внимание, за то, что посмотрели это видео, за то, что хватило у вас терпения все это посмотреть. И увидимся с вами в других видео. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok